Здравствуйте, друзья! Знаете ли вы историю выражения «последнее китайское предупреждение»? Эта идиома появилась в русском языке в 50-е годы. В это время существовало два Китая — коммунистический в монотеверском Китае и демократический на Тайване. Американское правительство не признавало правительство коммунистического Китая и часто вторгалось в его территориальные воды. Китайское правительство, в свою очередь, выражало свое недоумение и крайний протест. Посылало, так называемое, последнее китайское предупреждение на каждую угрозу вторжения американских войск или самолетов на воздушное пространство Китая. Но такие заявления обычно ничего не переводили. Вот пример такого заявления. Газета «Правда» от 17 мая 1971 года. 492-е серьезное предупреждение КНР. Пекин. Агентство Синхуа предупреждает, что 20 мая американские военные самолеты втрукся в воздушное пространство КНР над островами Юнсиндао и Дундао, входящие в архипелаг Сашинсундао, в провинцию Гаундун. В этой связи представитель с теми Китая полномочен сделать 492-е серьезное предупреждение. Надо сказать, что таких предупреждений скопилось больше 900, но никаких прямых последствий они не имели. С тех пор выражение «последнее китайское предупреждение» стало в русском языке синонимом угрозы, за которую ничего не следует.